В преддверии Дня народного единства сегодня по всей стране пишут этнографический диктант. За парты сели в Уссурийске, Большом Камне, Находке и, конечно, во Владивостоке. Принять участие и проверить свои знания мог любой желающий. Этой возможностью воспользовалась и наш корреспондент Наталья Смоленинова. Мы находимся в ДВФУ и сейчас здесь проходит этнографический диктант. Ну как диктант? Это больше похоже на тестирование. Каждому участнику выдали такие листики с тестовыми вопросами. Слава Богу, есть варианты ответов. Потому что, честно говоря, вопросы не самые простые. Вот, например, как называется круговой танец у Лизгин? Карагот, Берт, Ялияр или Барыня? Вот к своему стыду я бы самостоятельно с таким вопросом бы не справилась. Может, есть у кого списать? Вроде еще нет. Тестирование рассчитано на 45 минут, за которые надо ответить на 30 вопросов о культуре народов, населяющих Россию. Есть задания и региональные, про национальности в Приморье. Ну, общероссийские вопросы сложноваты, некоторые очень специфичные. Вот мы решали преподавателями тест, и я вам скажу, что было трудновато. Вписать этнографический диктант собрались и студенты исторического факультета, и просто увлеченные горожане. Ну вот уже сдают работы. Скажите, как написали диктант? Ну, думаю, нормально. На все вопросы смогли ответить? Нет. У нас многонациональный народ, очень много. Но вот какие у них блюда, вот для меня это как-то было очень интересно и очень трудно. Общероссийские результаты этнографического диктанта подведут 12 декабря. Но организаторы тестирования здесь, в ДВФУ, обещают проверить работу сегодня. И значит, завтра станет известно, кто из жителей Владивостока знает о народном многообразии страны лучше всех. Наталья Смоленинова, Анатолий Барышников, Панорама.